Витаю всех глядачей в ТАПИ-пыснаки в ЦКанал. Сейчас я, Олена Кырыки, разум земной ОТИ-Пыри, на стриме Сергей Жирнов, специалист из международных видносов ТАСПОД-служб. Увышний старший офицер службы зовнишнего развитка КДБ СРСР и Руси. Сергей, приветствую вас, рада видеть. Привет, Алена, привет всем нашим зрителям, я тоже рад всех вас видеть. Начинать будем вот с каких сообщений. Накануне Российская Госдума уже в трех чтениях приняла законопроект, который предусматривает тяжелую военную технику для Росгвардии. И тут сейчас о чем в соцсетях пишут много. Ведь структуры Кадырова и Кадыровцы, они фактически считаются формальной частью Росгвардии. И получается, исходя из этого законодательства, раз такой закон принят, то тяжелую технику могут получить и кадыровцы. То есть будет усилена личная армия Кадырова, получается. Каким последствиям это может привести? Да, это интересный аспект, потому что я... Вот то, что передача техники, я уже обсуждал с вашими коллегами на других каналах, но вот именно аспект Кадырова обошел, обошли стороной. И это действительно интересная вещь, потому что... Ну, вообще, в принципе, вся эта история возникла из-за того, что Золотов сказал, что ему будет передана вся тяжелая техника от вагнеровцев после разгрома мятежа. А потом ему юристы сказали, что Росгвардия не может принять ее на свой баланс, потому что закон ей не позволяет это делать. Росгвардия, строго говоря, это бывшие внутренние войска МВД. То есть это структура, которая занимается поддержанием правопорядка. Это не армия, это не вооруженные силы, потому что ее для этого и создавали. Потому что когда были внутренние войска МВД, была коллизия в международных договорах, как учитывать их в вооруженных силах Российской Федерации. И для этого их вывели в Росгвардию, сказать, что это полувоенные какие-то, типа резервистов, которые просто поддерживают порядок, у которых есть дубинки, у которых есть полицейские щиты, и они разгоняют студентов и бабушек, которые время от времени выходят на какие-то митинги, демонстрации. Учитывая, что их вообще маловато в России, но зато держат 700 тысяч человек под золотом, которые способны это все дело разгонять. А потом, когда возник вопрос о том, чтобы передать им не только то, что у них есть уже сейчас, а именно какие-то там водометы, какие-то автозаки, куда они сажают всех этих демонстрантов, но еще и военную тяжелую технику, то по закону это сделать было нельзя. И нужно было изменять закон или не давать им эту технику. Но почему-то, значит, возникло, победило мнение, что их надо вооружать. Победила она потому, что, я думаю, что Путин испугался армию. Он понимает, что в армии сейчас очень сильны те настроения, которые озвучивал Пригожин. Озвучивали такие люди, как генерал Попов и Ижи с ним. И поэтому он подумал, что ему надо усилить Росгвардию на тот случай, если армия вдруг сбунтуется. Потому что, конечно, войска Росгвардии с дубинками не могут стоять против автоматов, танков и бронетранспортеров. И было принято решение разложить эти яйца в разные корзины. Но вот сам факт того, что им передают, это, конечно, в этой парадигме работает. А вот то, что вы сказали, это чрезвычайно интересно, потому что действительно кадырские бреки были вписаны в Росгвардию. Кстати, поэтому их не было ни на каком фронте, потому что, строго говоря, Росгвардия не воюет на фронте. Она обеспечивает порядок в тылу, в непосредственной близости от фронта и дальше от фронта. А если, конечно, по Кадырову, как всем другим подразделениям Росгвардии дадут танки, бронетранспортеры, грады, артиллерию тяжелую и так далее, то, безусловно, это будет усиление его подразделений. Но это создаст гораздо больше проблем для Путина. И вот я не уверен, что, кстати, именно Кадырову, именно кадыровским подразделениям Росгвардии передадут эту тяжелую технику. То есть, я правильно понимаю, если Кадырову передадут эту тяжелую технику, у него будет соблазн что-то начать? У него будет соблазн не то, что обязательно вступить в какую-то военную кампанию, но у него появится ощущение своей большей силы. Потому что сейчас, когда у него есть люди, просто вооруженные калашами, это одно. И, так сказать, если вдруг он, условно говоря, поднимает какой-то мятеж, то его довольно быстро победят, потому что против него выставят армейские силы с тяжелой техникой. А вот если у него будет такая же тяжелая техника, то, конечно, с ним будет гораздо серьезнее вести борьбу, в том числе центральной федеральной власти. И не факт, что в этом случае центральная власть победит, потому что там все-таки горы, там все-таки специфическая обстановка. Война Российской Федерации вела уже две чтенские войны. Кстати, обе проиграло. И усиливать Кадырова еще и такой техникой, я не думаю, что на это кто-то решится. Кстати, усиление Росгвардии передачи тяжелой техники стало следствием вот этого недомятежа Пригожина. И Пригожинская тема у нас от стрима в стрим все равно присутствует, потому что новые-новые обстоятельства, новые-новые новости появляются, простите за тавтологию. Накануне появилось видео выступления Пригожина перед вагнеровцами непосредственно в Беларуси. Ну, там много было заявлений сделано, в частности, еще раз позором названо то, что происходит на фронте. И также Пригожин собирается вторую армию мира сейчас создавать в Беларуси. О чем это все свидетельствует? И в принципе, вот Пригожинская группировка сейчас, которая по сообщениям мониторинговой группы белорусский гаюн увеличивается на территории Беларуси, какую опасность представляет? Нам надо очень аккуратно все это дело рассматривать, потому что, вы знаете, вот ваши редакторы, которые делали громкие заголовки к моим выступлениям по поводу Пригожина, сыграли злую шутку, потому что они меня теперь обвиняют в том, что я говорил о том, что Пригожин на 100% убит. Но люди, которые слушают мое интервью, на самом деле они читали только заголовки, которые писали ваши редакторы. А на самом деле не слушали мое интервью, где я говорил, что Пригожин, возможно, арестован, или даже я не исключаю вероятность того, что он может быть убит, потому что просто его нет в медийном пространстве. Я дальше говорил, покажите мне видео или фото Пригожина. Фото показали, оно меня не убедило, показали теперь видео. Кстати, это видео меня тоже не убедило, потому что это очень странное видео, где снято все под покровом ночи. Пригожина, строго говоря, не очень видно, только слышно. Таким образом получается человек похожий, или там силуэт человека похожего на Пригожина говорит голосом, похожим на Пригожинский. Самое главное, не видны Пригожинцы, не виден Уткин. И строго говоря, вся атмосфера того, что происходит на этом видео, не самая для Пригожина выгодная, потому что их не показывают, почему их не показывают при белом свете, почему они не сели вот так же, как мы сейчас с вами сидим, под полным освещением, почему Пригожин не сядет перед камерой, как это он любит делать, умеет делать, вот, а почему это снято так? Потому что они же все разоружены, у них нет оружия, они безоружны, и поэтому они не представляют из себя военную силу в этих лагерях. Я думаю, что, кстати, оценки Гамаюна завышены, чрезвычайно завышены, потому что нам показывали колонны, но в этих колоннах довольно много автомашин были просто грузовые, которые просто перевозили какое-то барахло, там непонятно, сколько людей туда ушло, и на этой пленке мы, вот я не услышал реакции голосовой двух тысяч людей, которые реагировали на то, что говорил Пригожин. Там перед ним стоит человек 200, 300, 400, то есть, ну, грубо говоря, усиленный батальон, и вот по тем хлопкам и по тому лошадиному гоготу, которым отвечают эти бойцы на казарменные шутки Пригожина, я не увидел двух тысяч человек. И, строго говоря, это видео, на самом деле, для Пригожина очень неприятно. Он, конечно, доказал, что он живой, что он не на свободе, что он не в застенках у Путлера где-то в Москве, вот. Но, кстати, вот одна из версий того, которую я могу тебе тоже еще выразить, но это версия, это не утверждение, что если снимают вот так ночью, то, может, Пригожин весь в синяках, потому что его били там три недели в этих подвалах, да, его нельзя показать перед камерой, поэтому, кстати, его показывают в темноте просто человека в кепке Пригожинской, вот, человека, который не может предъявить свое лицо пока что, пока не снили, не сошли все эти синяки, вся эта желтизна синюшная. Вот, но самое главное другое, самое главное другое, Вагнер разгромлен в Российской Федерации. И Пригожин, это церемония передачи флага с базы в Молькино, которая прекратила свое существование как база Вагнера, то есть она остается, наверное, скорее всего за Гру, это воинская часть Гру, но Вагнера там больше нет, флаг его снят, и, значит, с этим флагом Пригожин уехал из России в Беларусь, и то, что он говорит, он говорит, что мы сейчас временно здесь перекантуемся, дальше у нас путь в Африку, вот у нас здесь просто остается некий Сергей под названием, с кличкой, как там его, Пионер, который будет хранить этот флаг, так сказать, ну, завхоз какой-то, или там кладовщик, который будет здесь сидеть, а мы на самом деле едем, все снимаемся в Африку, и, возможно, мы когда-нибудь вернемся в зону СВО, если у нас возникнут потребности, если нам дадут возможность, если нам не будут мешать так, как нам мешали, то есть на самом деле много слишком если, и это, строго говоря, такая капитуляция Пригожина, он рад, конечно, что его не арестовали, он рад, что его не убили, он рад, что ему позволили все-таки уехать из Российской Федерации, но это видео не самое выгодное для Пригожина. Это видео убийственно для Путина, потому что таким образом Путин показал, что, да, ему удалось, конечно, уничтожить, расформировать Вагнер, ему удалось справиться с этим мятежом, но главные мятежники на свободе, и больше того, суть того, что говорит Пригожин, это мы не потеряли ничего, то есть мы не отказались, самое главное, от наших идей, от того, что мы говорили, и от нашего задора в плане того, что мы будем продолжать говорить то же самое и делать то же самое, и для Путина это ужасно совершенно, потому что мятеж должен быть всегда наказан, а если он не наказан, значит, нет государства в Российской Федерации, значит, нет юридической системы, и не работают никакие сдержки и противовесы, вот, и получается, что Пригожину все-таки удалось, значит, таким образом мы больше верим, что встреча Пригожина с командиром, с Путиным в Кремле все-таки состоялась, а если это так, значит, Пригожин добился того, чего хотел частично своим мятежом, а именно дошел до Кремля, встретился с Путиным и навязал ему свою точку зрения, и в этом смысле проигравшими, получается, и Путин, и Пригожин. Если Пригожин называет ситуацию, в которой оказались российские войска на фронте, сейчас позорной, то уже не единожды стрелков Гиркин прогнозирует осенью катастрофу на фронте, и вот в одном из последних своих видео он даже призвал Путина срочно уйти. Более того, не сдерживался он в своих эпитетах, выражениях, которые он адресовал кремлевскому диктатору, в частности, вот дословная цитата, «Еще шесть лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит». Конец цитаты. С чем связана очередная порция таких резких заявлений от Гиркина? И ведь он не единожды критикует действия российской армии, действия российского руководства, и согласно нынешним законам, которые есть в России, он мог бы уже давно быть арестован по куче там статей, сидеть за решеткой. Этого не происходит. Кто покровитель у Гиркина, и кто сейчас говорит его устами? Покровитель у Гиркина, скорее всего, ФСБ, потому что он полковник ФСБ. Он, кстати, никогда не наезжал на спецслужбы, он наезжал всегда на армию, и в последнее время на Путина. Но то, что он говорит, это продолжение Пригожина. И именно поэтому Гиркин и стал теперь так активно наезжать прямо на Путина, потому что Путин доказал, что он не является никаким действующим президентом, ничем, ничего не решает. Он не может даже наказать конкретно мятежников, которые подняли вооруженный мятеж против него. И вот это, кстати, этим и главное достижение Пригожина, что он показал, что внутри путинского режима, очень слабого, и который ничего не контролирует, возможно устроить огромный вооруженный мятеж, и за это не поплатиться свободой и жизнью. И по этому поводу все остальные, теперь у них развязан язык, точно так же, как он развязался язык у генерала Попова, командующего 58-й армией. И его тоже ведь никто не посадил, его сослали просто в Сирию, но это еще неизвестно, ссылка или не ссылка, потому что его убрали с фронта, теперь он в Сирии получает зарплату в валюте, и по этому поводу это для него гораздо интереснее, он там может получить больше наград, не рискуя прямо своей жизнью. И все это будет продолжаться, потому что на самом деле то, что говорит и Гиркин, и Пригожин, и Попов, так думает вся армия российская, так думают все люди, которые находятся на фронте, так думает все командование, за исключением только паркетных генералов, которые лижут задницу Шойгу и Герасимову и Путину, но все настоящие военные понимают, что они ведут бездарную войну, и они хотели бы, даже если они вести эту войну как-то лучше, они не могут этого делать, потому что у Российской Федерации нет ресурсов, которые им нужны, и их никто не слушает по поводу этих ресурсов, и поэтому Гиркин является выразителем того, чего был выразителем Пригожин, и он является как бы продолжателем, и Путин это прекрасно понимает, и люди вокруг Путина тоже прекрасно все это понимают, что на самом деле вся эта война абсолютно бездарна, она не может принести никаких плодов, потому что у Российской Федерации нет этих ресурсов, они не могут их из пальца высосать, российский военно-промышленный комплекс только на картинках для Шойгу работает вроде бы, на самом деле собирается очень мало, не хватает компонентов, Российская Федерация полностью зависит от иностранных компонентов электронных для своего вооружения, а также оптических компонентов, и поэтому Гиркину и позволяют все это говорить, но вы знаете, то же самое, что говорил Гиркин, сказал Леонид Ивашов 31 января 22 года, за три недели до начала этой войны, и кстати поэтому эта вся армия говорит, мы же вас предупреждали, кстати Ивашов говорил абсолютно теми же словами, и предлагал Путину то же самое, он сказал, что как верховный главный командующий, вы больше не работаете, и вы должны уйти добровольно в отставку, говорил генерал-полковник Ивашов, начальник этой самой ассоциации офицеров запаса 31 января 22 года, он говорил, что если вы начнете эту войну, вы ее проиграете, армия будет разгромлена, и Россия распадется, вот и поэтому вся армия думает именно так. Ну а это может вылиться в ближайшее время вот уже в какие-то конкретные действия, о чем говорю, о том, что дело пригожено-то, да, и по его стопам кто-то еще рискнет пойти? Если да, то кто это может быть? Это должно, это должно состояться. Мы не знаем, кто конкретно пойдет, мы не знаем, когда конкретно пойдет, мы не знаем, где конкретно пойдет, и не знаем, как конкретно пойдет. Но то, что об этом говорит Пригожин, после него Гиркин, после него генерал Попов, после него командующий воздушно-десантной дивизией, и после, а до них то же самое говорил генерал Левашов, это говорит о том, что все это все понимают, и все понимают, что это война безумная, и война бездарная по вине одного человека. Этим человеком его зовут Владимир Владимирович Путин, и он уперся рогом, и он, значит, живет в своей параллельной реальности, он ничего уже давно не понимает, и он ведет всех за собой в тартарары, он самоубийца для себя, для своего режима, для страны, и угрожает всему миру таким же самоубийственным исходом. По этому поводу, рано или поздно, это не может не закончиться уничтожением Путина. Ну и в этом контексте глава британской разведки Ричард Мур тут недавно выступил с призывом к россиянам, сотрудничать с британской разведслужбой и, цитата, положить конец кровопролитию. Это призыв к кому конкретно? Это призыв ко всем, кто понимает, что происходит. К любому человеку, который понимает, что происходит, но прежде всего, конечно, к людям, которые занимают какие-то должности. Это призыв прежде всего к сотрудникам внешней разведки, СВР, ГРУ, сотрудникам внешней контрразведки, ФСБ, которые сидят за границей в резидентурах, которые сотрудникам дипломатических, представительств, сотрудникам других всяких загран, российских заграничных учреждений. Вот то же самое, как сделал один из сотрудников представительства постоянного Российской Федерации при штаб-квартире ООН в Женеве. Борисов, по-моему, его звали. Вот это... И самое главное, конечно, ко всем шпионам, которые работают во всех резидентурах за границей, чтобы они переходили на сторону противника, или, по крайней мере, начинали передавать ему секретную информацию, сливать, делать сливы, в том числе и за деньги. Им предлагают взять их на обеспечение, потом предоставить им политическое убежище, гражданство и так далее. И потенциально ко всем тем людям, которые сидят в Кремле, которые сидят во всех спецслужбах, которые сидят в Министерстве обороны, которые сидят, даже там депутаты какие-то, потому что это уже не первый человек, кстати, это вот англичанин сейчас предлагает. То же самое делали цирушники. Кстати, СВР пыталась им ответить таким же клипом, который появился на Ютубе, где Российская Федерация предлагала всем иностранцам переезжать в Россию и переходить на их сторону. То есть это часть информационной борьбы, войны, это часть ИПСО, это часть гибридной войны по доктрине Герасимова с российской стороны и гибридной войны Запада. И в сторону Запада это все-таки, по-моему, будет работать более эффективно, потому что, мне кажется, гораздо меньше будет людей, которые захотят переехать в распадающуюся и в умирающую Российскую Федерацию, а не уехать на просветающий Запад. Сергей, еще несколько международных важных тем хочу с вами обсудить. Ну, во-первых, саммит Брикс. Накануне уже окончательно стало известно о том, что Путин туда лично не поедет. Тем временем, где-то около двух с половиной месяцев разная информация появлялась от той же Южноафриканской республики, от ее официальных представителей о том, будет или не будет кремлевский диктатор и как ему, возможно, тогда еще хотели обеспечить иммунитет, если он будет лично находиться на этой территории. Что значит личное неприсутствие Путина на саммите Брикс? Ну, во-первых, я не согласен с вашей оценкой Путина как кремлевского диктатора, потому что никакой диктатуры нет в России и Путин никакой не диктатор. Путин вообще ничего не контролирует в своей стране, поэтому Путин это умирающий президент, практически ставший нелегитимным, умирающей страны, которую он завел в абсолютный исторический геополитический тупик, в политический тупик. История с Бриксом это история, которая так и должна была закончиться, потому что ЮАР все-таки демократическая страна, в ней есть разные ветви власти, в том числе и юридическая. ЮАР подписала международный документ, у нее есть обязательства международные, которые она обязана соблюдать, извините за савтологию, в отличие от Российской Федерации, которая нарушала, например, Будапештский меморандум и по которому она обеспечивала безопасность, в том числе и территориальную Украины, а теперь ей угрожает, наоборот, ядерным оружием. И в этом смысле у Путина не было никакой перспективы, потому что в любом случае, если бы он оказался на территории, физически на территории ЮАР, был бы огромный скандал, потому что ЮАР обязана выполнить предписание международного ордера, международного суда уголовного, или ей тогда надо выйти тогда из римского статута. Я не думаю, что ЮАР ради Путина согласилась бы выйти из римского статута. И поэтому здесь было все предосположено, но это такая победа частичная, потому что, да, Путин не поедет, да, для него это дипломатический удар, да, это потеря дипломатическая, но он пошлет туда свою мидовскую лошадь Лаврова, и кресло Российской Федерации не будет пусто, и представительство все-таки будет обеспечено. Таким образом, это компромисс. Да, здесь ни одна сторона не одержала победу. То есть здесь победа такая, по очкам больше Запада, но, тем не менее, это неполное поражение Российской Федерации. С неанонсированным, ранее неанонсированным визитом сейчас в Пекине находится бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, и вот уже паблики сообщают о том, публикуют его фото встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Что означает, скажите, вот как вы видите, этот неанонсированный визит, кстати, Киссинджер по прибытию сказал, что он находится в Пекине как друг Китая, насколько это может в ближайшее время повлиять на отношения международные между Соединенными Штатами Америки и Китаем, и насколько это повлиять может на китайско-российские отношения? Киссинджеру больше ста лет. Вот я сделаю паузу длинную, чтобы люди поняли, кто приехал в Китай. В Китай приехал живой труп Киссинджера, который когда-то, 40-50 лет тому назад, играл очень важную роль в выстраивании доктрины сотрудничества между Соединенными Штатами и Китаем в пику Советскому Союзу. Этот человек является, вот если искать какое-то закулисье международное, представителем такой потенциальной закулисье является Киссинджер. Это человек, который является агентом влияния, агентом влияния Китая, агентом влияния России, а раньше был агентом влияния частично из Советского Союза, который, грубо говоря, мутил воду, говорил, что нам, Соединенным Штатам Америки, не стоит отстаивать свои идеологические позиции, а надо идти на компромисс с нашими врагами. Вот такой человек приехал в Китай. Поэтому это, в общем, несуществующее событие, о нем больше пишут в России. Киссинджер является одним из лоббистов заключения позорной сделки Украины с Российской Федерацией. Он подталкивает всячески западный мир и, прежде всего, американцев к тому, чтобы отказать Украине в военной помощи и навязать Украине позорную сделку с Российской Федерацией. И для этого он приехал в Китай. Сергей, объясните, пожалуйста, а почему так часто выступления того же Киссинджера в Давосе, он же уже экс, и вы не случайно уточнили, сколько ему лет, они настолько широко цитируются в медиа. Вот даже последнее его интервью за Economist точно так же, там достаточно длительный период. Киссинджер выражает свою собственную точку зрения или есть часть элит, рупором которой, спикером которой он является? Он является не спикером, он является символом этих элит. То есть это человек, который вот как раз является такой продажной, коррумпированной продажной частью Запада, которая готова пойти на сговор с дьяволом ради того, чтобы условно соблюсти какой-то мир. Но этот мир всегда, в этом мире всегда теряют ценности. Это мир, в котором всегда теряется этика. Это справедливость. Это вот такой человек. Такой мир, конечно, силен. Не нужно, конечно, переоценивать этот мир. Это вот не какое-то закулисное правительство. Это вот не какие-то 12 человек, я не знаю, рыцари круглого стола, которые собираются где-то, я не знаю, в Женеве под покровом темноты, вот как в Пригожин в Беларуси. В теплом кабинете или в Лондоне в каком-нибудь банке и решают судьбы мира. Но Киссингер является выразителем идеологии, вот такой идеологии рационализма условного, идеологии расчета, когда выгода важнее справедливости, когда выгода важнее правды, когда выгода важнее человеческих жизней. И да, таких людей много, и, кстати, таких людей довольно много это все деловые круги, потому что, грубо говоря, деловые круги Запада готовы подписать сделку с дьяволом ради того, чтобы получать прибыль, это всегда известно, но такие же круги деловые также продажны в путинской России, также продажны в Китае и во всех других странах. И в этом смысле Киссингер является таким символом, потому что вот именно он такой патриарх вот этой продажной рационалистической политики переговоров с кем бы то ни было ради достижения условного мира, но продажи всех ценностей. Кстати, о Китае. Вот о Ричарде Муре мы вспоминали, еще хочу, чтобы вы прокомментировали один момент. Он призвал все страны в мире бить тревогу, если в соглашениях с Китаем будет присутствовать пункт о необходимости доступа к любым наборам данных. Говорит он о том, что в этих документах они достаточно так вписаны аккуратно, но будут представлять угрозу в том числе и суверенитету многих государств. Поясните, пожалуйста. Здесь все очень просто, потому что Китай является производителем смартфонов, компьютеров, которые продаются довольно широко по всему миру, и мы все понимаем, что все производители этого железа имеют доступ потенциальный к своей продукции и таким образом могут собирать данные у людей, которые пользуются этими девайсами, этими устройствами. А поскольку речь идет о миллиардах людей, то, соответственно, это представляет огромную опасность потенциальную. Точно так же, как, кстати, вот эти ГАФА, так называемые, то есть Google, Amazon, Microsoft и прочие крупные, очень крупные технологические фирмы представляют из себя тоже потенциальную опасность для всего мира, потому что они стоят уже над государствами, они обладают гораздо большими массивами информации, чем отдельные государства, они знают о людях гораздо больше, чем любая профессиональная спецслужба, и, конечно, это, так сказать, характеристика нашего мира современного, вот в этом заключается переход мира, всей планеты в третье тысячелетие, потому что таким образом становится главным заинтересованным, скажем так, главным интересом людей становятся уже не деньги, не власть, не продукты, а данные, а информация. И вот это, конечно, есть такая опасность, когда тоталитарная страна, Китай не диктатура тоже, но тоталитарная страна, автократическая страна, которая имеет тенденцию к усилению автократии, к усилению диктаторских замашек Си Цзиньпиня, имеет доступ к такому массиву огромному данных людей, которые расположены по всему миру. И поэтому, конечно, об этом совершенно правильно начальник разведки говорит. Сергей, благодарю вас как всегда за интересную беседу, всегда вас рады видеть на канале сейчас. Спасибо. Сергей Жирнов, специалист из международных видностей и спецслужб в разуме с нами. Традиционно наших глядачей закликаю поширить это видео, чтобы какомога больше людей могли ознайомиться с этой важной информацией. Так само залишайте свои комментарии и, безумовно, подписывайтесь на канал сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!